Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Светлана Сергеевна Пургина, следователь отдела по расследованию преступлений в сфере экономики. Следственного управления, муниципального управления МВД Люберецкая. И Светлана Сергеевна совсем недавно стала следователем, верно? Ну, уже нет, уже почти 4 года. 4 года, это уже много, да. Честно говоря, вот сейчас мы видим в вашем лице такой традиционный, в хорошем смысле, образ современного следователя, который очень часто эксплуатируется в каких-то правильных детективах, в фильмах, где, например, мужчина где-то бегает, что-то там стреляет, а следователь потом разбирается и так далее. Возникает первый вопрос. Мы, конечно же, поговорим о том, чем вы занимаетесь, но тем не менее, почему вы решили прийти в эту профессию, у которой явно не женское лицо? — Знаете, еще в детстве, достаточно давно, я думаю, многие помнят этот сериал «Тайны следствия». — Да. — Вот. И я была когда маленькая, я его очень сильно любила. Этот образ Марии Швецовой, который я на нее смотрела, мне так нравилось, как она раскрывает эти преступления, как она ловит преступников. — За две серии, да? — Да. Ну да, это все так быстро, так все просто. И мне нравилось самой угадывать, кто же будет в конце серии пойман. — Угадывала? — Да. Ну, угадывала. Иногда да, иногда нет. И уже тогда я понимала, что жизнь-то в нее не из легких, потому что она постоянно на работе. — Да, там пытались показать это. — Да, они хорошо это отразили, что дома не бывает. Вот. И потом, конечно же, когда время подходило к выбору профессии уже в более там посознанном возрасте, я решила, что все-таки я буду следователем. Вопрос стоял между следователем МВД и следователем Следственного комитета, но как бы по выпуску, перед выпуском из школы я узнала как раз об университете МВД имени Кикотя, и решила поступать туда, как бы даже других вариантов не было, я больше никогда документы не подавала. — Ну, как же родители? Может, у вас родители в погонах, нет? — Нет, никого нет из близких родственников. — Не держались. Куда ты идешь? — Немножечко. — Немножечко, да? Но с другой стороны ведь, ну, когда мужчина-следователь, да, тут немножко сейчас мы такое 8 марта включим, а когда мужчина-следователь, ну, это как бы, ну да, там. А вот когда женщина-следователь, на мой взгляд, это ей прибавляет сразу там, ну, если 10 баллов сразу сверху, что называется, вы пошли учиться. Чему вас учили? Мы же все очень люди, которые не знают этого, ну, обучения, связанного с внутренними делами. Чему вас учили, и насколько вам это образование помогает сейчас вот в течение 4 лет вашего деятельности? — Ну, в университете довольно достаточно хорошее образование, да, глубокое, и было очень много практики, потому что, будучи еще на третьем, на четвертом, на пятом курсе, я приходила уже сюда, в этой России Люберецкое, на практику. — А вы знаете, что вы здесь будете работать? — Да, это же целевое место. — Целевое, да. — То есть я брала направление. — То есть вы уже знаете, как здорово еще. Ну, кстати, у нас ваши коллеги приходили самых разных направлений, и вот при обучении, связанном с органами внутренних дел, конечно, это очень удобно, когда ты четко уже знаешь свое место, можно даже прийти посмотреть и прийти на практику. — Ну, да. — Так. — И? — Ну, среди предметов, конечно, основной опор был на уголовное право, уголовный процесс и криминалистику. В принципе, из этих трех мои любимые были процессы криминалистика. С уголовным правом я не очень дружу. — Да-да-да. А криминалистика – это пытаться... Ну, то есть расследование, опять же. — Ну, криминалистика – это следы преступлений. — То есть Эль Кюль Пуаро когда-то, да? — Да-да-да. — Пинцетом, мали, обязательно кусочек одежды найти. Это что, до сих пор работает? — Ну, конечно. Проводятся экспертизы по отпечаткам пальцев, которые изымают. — То есть преступления, которые совершаются, одно может быть совершено случайно, тогда, как в такой фразе, по неосторожности или там еще как-то, когда преступник не знает, как там вытереть отпечатки пальцев. Но ведь бывают же преступления, которые очень тщательно готовятся, и там тоже можно следы найти. — Ну, конечно. Есть плюс ко всему отпечатки обуви. Ну, это самые банальные, самые основные. — То есть до сих пор работают? — Да. Ну, из сложных экспертиз есть даже экспертизы запахов, оставленных на местах преступлений, которые тоже проводятся. Это проводит ЭКЦ, главка получается. — Это мы сейчас поговорим, потому что это очень все интересно. Но вернемся к вашей... У нас в первой части будет такая биография, а во второй уже будем говорить о самом процессе, потому что тут же у нас еще экономика, экономические преступления. А я с Светланой Сергеевной до начала программы обсуждал тему, что вот у нас на слуху там то вроде как ужесточается статья по экономическим преступлениям, то вроде бы ослабляется. Вот об этом мы во второй части поговорим. Ну, сейчас вернемся. Сколько учились в университете? — Пять лет. — Пять лет. После этого вы знаете, где вы работаете. Вам, в принципе, неплохую зарплату сразу дают, да? — Ну, учитывая, что выпускается университет уже лейтенантом, получается, приходишь... — Еще и за погоны. — За погоны, и уже пять лет стажа университетка засчитывается год в год. — А сейчас вы уже старший лейтенант. — У вас уже немножко еще добавочка идет какая-то, да? — Да, небольшая, но есть. — Вот вы пришли работать. Хорошо, практика была. Как вас там встретили? Опять же, нам в фильмах показывают, что, ой, пришли вот это молодые. Вечно какой-нибудь обязательно должен быть такой мужчина, который, ой, да, зачем? У вас как было? — Ну, немножечко, конечно, было такого. — Было, да, с этим? — Да, но, в принципе... — Забудьте, чему вас в университете учили, да? — Ну, иногда и такое бывает, но, в принципе, когда ты себя ставишь как человек, который к чему-то стремится и хочет научиться, а на практику приходят именно за этим. Не хочется приходить на практику полгода перекладывать бумажки или ходить посыльным в прокуратуру. — То есть вы прям вот хотели... — И мне хотелось, да, уже что-то делать, хотелось чему-то учиться, и мне повезло с наставником, и я даже в очень многих следственных действиях участвовала за время практики, смотрела, как это всё проводится. — Вот расскажите нам, ведь кино-кино, жизнь с жизнью, преступления происходят, у вас особые преступления, ну, наверное, даже с жертвами какими-то вы сталкивались или ещё не сталкивались какими, не было такого? — Ну, с жертвами в основном это сейчас жертвы дистанционных мошенничеств, если о таких говорить. — А, вот такие, то есть у вас всё-таки отдел такой... Но, с другой стороны, если говорить о вашем отделе или направлении, я так понимаю, что тут ещё борьба умов идёт. — Ну, конечно. — Они же всё равно, на мой взгляд, делают всегда на шаг раньше, чем за ними поспеваете вы, правда? — Ну, если они делают на шаг раньше, но мы же всё равно их ловим и наказываем. — Ну да, но они вам предлагают обстоятельства. А теперь пойми меня, то есть знаете, как эти наперстнички, да, вот примерно так. Ну и логично, наверное, что вы тоже прорабатываете какие-то схемы, куда они могут дальше пойти, как они... Ну, предположить, да, профилактировать эту историю. Какие у вас были первые дела, с чем вы столкнулись? Что вас удивило, может быть, уже в конкретных делах? Может быть, люди удивили какие-то? — Первый год самым интересным для меня делом в первый год работы было, конечно, дело по стройке. Вот, это Люберецкая стройка, было более ста потерпевших, недостроенный строительный объект, большой объём уголовного дела, и... — То, что люди обычно думают, всё, мало того, что не построили, теперь деньги пропали, всё пропало, и обычно ни на кого уже не рассчитывают. — Ну да, те самые обманутые дольщики, и... — И вам дали это? — Мне дали это дело. — Катастрофа. — Вот. — Висяк. — Ну, это не висяк, там был генеральный директор, который был причастен к совершенному мошенничеству. — А что входило в ваше дело? Всё и все документы изучить? — Ну, конечно, изучить все документы, допросить всех потерпевших, которые рассказывают о том, на какую квартиру они заключили договор, сколько денег заплатили, сколько не заплатили. Ну, плюс проведение экспертиз строительных, бухгалтерских, потому что мы же не можем оценить, сколько денег потратил застройщик, и сколько денег он похитил самостоятельно. Для этого как раз-таки и нужны эксперты. — А речь шла о похищении денег? — Конечно. — Что ещё надо? — И получается, по результатам нашей работы был вынесен приговор, моей работы и работы оперативных сотрудников, которые сопровождали уголовное дело застройщику, был вынесен приговор, и в настоящее время, насколько я помню, он сейчас отбывает наказание. — Большой приговор? — 5,5 лет. — 5,5 лет. — А это вы были как бы главный следователь этого дела? — Ну да, там группа, насколько помню, не создавалась. У нас не всегда создаются группы. — А, то есть вы в дело приходите, непосредственно начальнику докладываете? — Да, конечно. — Ага. Хорошо. Но вот тут возникает ещё один психологический момент. Я не знаю, учат в этом университете или нет, но не могу его не адресовать вам. Преступление доказано, вы в нём уверены. Человек идёт в тюрьму. А нет страха, что кто-то на вас, персонально на следователя, какой-то зуб заточил? Или ему было, в принципе, всё равно, какой следователь, он понимал, что его посадят? — Ну, за время работы, хочу сказать, тогда были разные люди, и были те, которые агрессивно настроены даже были. В основном люди такие, что они понимают, что это работа, и я как представитель закона выполняю свою работу, которая нацелена на определённые обстоятельства. И если эти обстоятельства заключаются в том, что я должна в отношении человека составить обвинительное заключение, и направить в отношении его дело в суд, то это лишь моя работа, это не какое-то моё субъективное к нему отношение. — Закон лишь закон. — Да, были единицы, которые агрессивно относились. В общем, страха, конечно, не было. — Работа такая. — Работа такая, да, что же поделать. — Опять же, возвращаясь к теме литературной, скажем так, это же ещё очень серьёзная психологическая, наверное. Ну, вот нам часто показывают, что вот, если нападёшь ли на сделку со следствием, ну, такой разговор идёт на каком-то языке, иногда там законным, незаконным нам как бы показывают. Это если вещь идёт о результате, если всё доказано. Ну, а, например, если вы видите, что против человека мало доказательств, что скорее он, ну, как вы считаете, как следователь, говорит, что, в принципе, сажать его не нужно, там, такое тоже бывает? Или кто-то его случайно подставил вам, и вы в этом разобрались? — Ну, конечно. В отношении лиц, да, прекращается уголовное преследование. Если причастность его к совершенному преступлению не доказана, значит, соответствующее постановление прекращения уголовного преследования либо уголовного дела. Вот, но в любом случае человек не привлекается в качестве, там, обвиняемого или ему статус подозреваемого не... Данный статус не избирается до того момента, пока не будет каких-то веских доказательств его причастности. — Ну, ошибка же может быть. — Ну, может быть, конечно. — Может быть, да. И вот такой ещё момент, прежде чем мы идём на перерыв и поговорим уже конкретно, что там у нас с экономическими преступлениями, ну, насколько вы можете нам приоткрыть эту тайну, тем более мы же поборемся с мошенничеством буквально до вашего эфира раза два мне уже и банк позвонил, квартиры мне предлагали за смешные деньги. Всё равно же есть ощущение, что наше правосудие, почему так не очень часто к нему пиетет, то есть страх есть, безусловно, а вот понимание того, что оправдает вероятность стремиться к нулю, то есть из десяти дел, десять будет закончено. То есть оправдательный приговор вообще существует? — Существует. Там небольшой процент, если не ошибаюсь, от менее пяти процентов оправдательного приговора. — Это потому что следствие хорошо работает или потому что следствие так хочет, чтобы такие цифры были? — Ну, суд выносит приговор самостоятельно. — Ну, у суда, наверное, тоже есть свои... Это я сейчас и провокационный вопрос задаю, я понимаю. Но у суда же, наверное, существуют вот эти цифровые палочки, которые ты должен из десяти дел девять, как хочешь подвести, значит, под суд, чтобы суд человека посадил в тюрьму или там оштрафовал. А одно ты можешь, так сказать, оставить. — Нет, суд непосредственно выносит как раз-таки приговоры или решения, или там даже возвращает дело на доследование, если они не видят возможности вынести приговор, независимо от нас. То есть даже если мы очень хотим, чтобы человека посадили, суд сам принимает решение. — Будем надеяться. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Светлана Сергеевна Пургина, следователь отдела по расследованию преступлений в сфере экономики. Чем же этот отдел занимается, узнаем после небольшой паузы. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в студии Светлана Сергеевна Пургина, следователь отдела по расследованию преступлений в сфере экономики. СУМУ МВД Люберецкая. Ну, любят у вас эти сокращения, никуда не денешься. Ну, понятно, что речь идет о нашем городском округе. Люберцы в народе, опять же, ну, когда человека убивают, просто уже такое преступление страшное, да, и так далее. А экономическое всегда есть у человека такое ощущение, что, ну, вот какой-то бизнесмен что-то там неправильно понял, вот как вы рассказывали, или специально что-то сделал, или его обманули, и вот он стал бедняжка, участником этого преступления. Вообще, что такое экономическое преступление сегодня? Как это вот можно объяснить? Если в двух словах, экономические преступления – это преступления с определенной… Группой людей. Группой людей. В Уголовном кодексе они предусмотрены определенными статьями. Это такие статьи, как мошенничество, присвоение растрата, злоупотребление должностными полномочиями. Ну, это как бы основные статьи, которые относятся… Ну, которые, видимо, так или иначе связаны с какими-то, ну, бюджетной сферой… С коммерческой сферой, да. С коммерческой, то есть, с финансированием каким-то… Алкогольная продукция, так вот, лицензии, все это тоже относится к экономике. Понятно. И вот, говоря о нашем городском округе, с чем сталкивались? Насколько вы нам можете рассказать, как сейчас работает ваш отдел? Потому что отдел – это, может быть, и маленький, может быть, и большой. Вот. Какие идут дела, и как они рассматриваются? И, кстати, что делать людям, которые, может быть, сталкиваются вот с таким, ну, что называется, наездом непонятным, да, от кого-то? Они же еще существуют, куда им обращаться? Вот такой глобальный вопрос я вам задаю, чтобы вам полегче было отвечать. Ну, самые основные, конечно, дела – это мошенничество. Они самые распространенные, потому что, как бы, хищение денежных средств путем обмана – это самое основное, что у нас есть, да. Несмотря на карточки, по-прежнему люди переводят деньги, да. Это немножечко… Это тоже мошенничество, это как бы дистанционно, это сейчас новая отрасль преступлений, про которую мы говорим, когда эти звонки, переводы – это вот дистанционное мошенничество. Их сейчас очень много. Но люди переводят деньги. Да, люди переводят. Причем по миллиону рублей, да. Вот. Плюс это преступления с фальшивыми денежными средствами, с подделкой купюр. А что, до сих пор подделывают? Конечно, да, подделывают. Пятитысячные? И пятитысячные, и двухтысячные. А, да, двухтысячные, кстати, их, потому что еще так мало… Они как-то пришли, и не все сканируют. Да, иностранную валюту даже иногда подделывают редко, но попадаются… Доллары? Да. А что, больше доллара подделывают или евро? Доллары. То есть их проще подделать, значит? Скорее всего, да. Ну, или просто такая уже… Ну, чаще всего, конечно, это русские, там, пятитысячные купюры и… То есть что, не делали, а пятитысячную купюру никак не могут защитить от фальшивого монетчика? Потому что она изначально была сложная купюра такая. Чаще всего она вскрывается уже непосредственно, когда люди приходят в банк и… А так вот сейчас научились делать, я так понимаю, что и не отличишь практически. Бывают разные. Иногда попадаются прям совсем плохо сделаны. Банк и добрых услуг что-нибудь какое-то написано. А иногда бывают очень хорошие купюры, которые сложно отличить, и голограммы есть. Вот, а как это происходит? Человек, например, продает квартиру, да, вот ему эти деньги дают. Уж не знаю, как он ее продает. Ну, или не квартиру, ну, в общем, происходит обмен деньгами. Он их приносит в банк, например, или… Ну, если у него дома лежат такие, что же люди… Может, кто-то еще не знает, что у него лежат большие деньги. Но, тем не менее, узнали, что это фальшивые деньги. Каковы дальше действия? Вот банк говорит, что он нам предстоит? Это не миллион рублей, это бумажки. Нет, как раз-таки банк и сообщает о поддельной купюре, они ее изымают. Потому что мы же можем и его заподозрить, человеку, который принес… Да, составляется акт, вызывается следственно-оперативная группа. Так. Вот. Сейчас у нас где-то она поехала. Вызывается… Ну, следователь, когда приезжает, он изымает эту купюру, он управляет ее на исследование, чтобы установить, что она действительно поддельная. Естественно, в первую очередь допрашивается этот человек, который принес эту купюру. Он рассказывает, где он ее взял, кто ему передал, при каких обстоятельствах. Это даже если в магазине ему дали 5000 рублей? Ну, конечно, да. Он говорит, в магазине мне дали. И потом составляются версии и план расследования. И приезжает в магазин, например, даже. Да, если он ссылается на конкретное какое-то лицо, то по цепочке допрашивается это лицо, устанавливается, откуда у него эти купюры поддельные, есть ли у него еще купюры, где он их приобрел, потому что чаще всего поддельные купюры приобретаются за какую-то сумму денег. Допустим, там определенное количество поддельных купюр за… Правильно я понимаю, вы сейчас говорите о том человеке, который знает, что у него фальшивые деньги. Ну, да, если мы его устанавливаем. То есть он покупает там за 5000 рублей, покупает 50 тысяч к фальшивым денег, ну, условно говоря. Ну, а если человек… Ну, это, конечно, любопытные такие люди. Я даже удивлен, что до сих пор еще фальшивые монетчики. Хотя, наверное, да, вы правы, тем более сейчас внимание ослабло. Люди не всегда видят живые деньги. Да, сейчас же чаще оплата идет через банковские карты. Да, можно наличкой, да. И тут человек может просто, ну, давайте, и все, а потом выясняется. А если вот тот вариант, о чем я говорю, пришел, дал, не знаю, там, 5000 рублей на кассе дал, тебе дали задачу 2000, ну, и остальную. И вот с этими двумя тысячами тебя где-то, ну, не знаю, тут не подходит слово «поймали», обнаружили, что у тебя фальшивая купюра. Ты, предположим, точно знаешь, что ты в этом магазине ее получил. Вы что, в магазин поедете? Конечно. Ну, а вам скажут там, ну, вот у меня была такая… Или у вас есть уже предположение, что это, может быть, через магазин идет? Ну, отрабатываются, да, разные версии. Ну, а у вас там может остаться? У вас там есть камеры, которые тоже просматривают, смотрятся, потому что чаще всего, даже если это небольшой магазин, они записывают большие купюры. То есть если это пятерки, они их записывают, в какое время примерно приходили и списывают их номера. Даже так? Да, потому что сейчас очень все боятся поделки, и маленький магазин как раз-таки это отражает. Никогда не знал, это прямо открыто. Не обращали внимания? Да нет, не обращали внимания. Ну, я как-то так давно большими купюрами не платил ничего. И получается, по камерам отслеживается, кто приходил. А если камера не работает? Ну, я к чему веду? Я же, опять же, провокационный. То есть может у вас там оборваться цепочка и все? Ну, в любом случае может. Мы делаем все возможное, чтобы раскрыть любое преступление. Они же потом могут гулять где-то еще, где-то в каких-то близких. Если опять в этом магазине, тогда уже возникают вопросы. Да, плюс номера. Если это поддельный купюр, у них же номера будут. Либо одни и те же серии номер, когда печатаются, допустим, на одном и том же станке. А станки есть? Ну, не станки, чаще всего это лазерный, стройный принтер. Стройный принтер. Да, конечно. А станков уже нет таких вот, чтобы прям... Нет. Хорошо. Что еще? Какие еще экономические преступления? Чем еще сталкиваемся? Ну, например, часто мы видим что-то связанное, когда приходят в дом к пенсионерам, что-нибудь предлагают. Это к вам относится? Не относится? Да, это к нам относится. Такие тоже есть. И что там происходит? Когда, ну, это чаще всего орггруппы, которые действуют под видом какой-нибудь известной организации, как Мосводоканал или там Мособл ЕРЦ, которые приходят с вопросом установления фильтров, замены труб или установления счетчиков. То есть мы пришли, вам лучше сделают? Ну, да, конечно. Вот. И есть такие, до сих пор есть преступления. И продают счетчик. Да, продают счетчик. Чаще всего это счетчик, который вообще не нужен, в принципе, который они не имеют права устанавливать, так как находятся в подъезде. И, соответственно, они еще и деньги берут с пенсионеров и ставят эти счетчики. И они появляются, начинают работать, и вы пытаетесь их... Они же довольно быстро, наверное, перемещаются сегодня здесь, в этом районе поработали, завтра в Москву, позавтра куда-нибудь там... Обычно нет. Такие группы, они обычно работают... Они же считают, что они работают в чистую, если так можно назвать. То есть у них есть какое-то открытое юридическое общество, это либо ООО, либо ИП. Они документы выписывают там, то есть у них есть бланки, акты, у них есть даже удостоверения, с которыми они ходят и показывают. Просто, когда они представляются, они немножечко приукрашивают свое наименование. Ну, и получается, что они говорят, ну, хотела, могла не купить. Да. Да, и все. И как вы тогда их можете гвоздить? Это в любом случае мошенничество, это в любом случае обман, потому что для поимки таких нужна длительная оперативная подготовка. То есть оперативные сотрудники проводят длительную проверку, смотрят, наблюдают за ними. Иногда происходит внедрение, до сих пор есть как бы такие оперативные мероприятия, когда под прикрытием работает сотрудник в такой компании. И потом уже, когда есть наработка, хорошая наработка, с которой можно людей задержать, как раз происходит реализация. Они одновременно задерживают большое количество людей, проводят обыска, их доставляют в управление, и мы отрабатываем их. А вы вот тот самый человек, который открывается дверь, сидит предполагаемый преступник, вы садитесь, или его к вам приводят, и вы с ним начинаете разговаривать. Да, конечно. Из-за этих вопросов. Это же психологическая еще история. Вы всегда чувствуете, что все, ну, точно, либо я раскрою, либо нет, вот этот мне точно не дастся, не раскалю этот орешек. Ну, по человеку все равно видишь, будет ли он рассказывать или нет. Конечно же, есть всякие хитрости, какие-то вопросы. Ну, как бы, да, так. Да, плюс просто разговор, когда с человеком разговариваешь, говоришь, там, ну, давай мы с тобой побеседуем, и ты, там, впоследствии будешь отвечать на вопросы. А просят иногда, говорят, не хочу с вами разговаривать, дайте другого следователя. Ну, да, были такие. Кажется, что, ну, все, сейчас у меня по полной программе, нужен какой-то такой, с которым можно договориться. Ну, такие бывают. Вы знаете, Сазина, очень интересный разговор, и я жалею, что у нас очень мало времени, надо завершать. Но в любом случае хочу обратить внимание, что человек свою мечту продолжает нести. Вы, кстати, довольны, что все так совпало, что так все стало? Да, конечно. На самом деле, учитывая даже все минусы работы, что нет практически свободного времени, иногда даже художественную литературу почитать нет времени, потому что одни законы, плену, плену и все прочее, да. Но работа очень интересная, и хочу сказать, что многие думают, что работа очень узкая, заключается только в знании уголовного, уголовно-прациального кодекса. Но при расследовании любого преступления тебе приходится обращаться к такому большому количеству законов, о которых ты раньше просто даже не знал. Потому что просто так какое-то даже экономическое преступление раскрыть или расследовать без знания каких-то иных законов, судебной практики невозможно, потому что ты просто упрешься в сухую норму закона и не будешь знать, как ей пользоваться. Но мы поняли также, что по-прежнему лупа, внимательное исследование отпечатков, ног, обуви по-прежнему работают. Конечно. Поэтому плохое будет наказано. Завершим так. Но главное не ошибиться с хорошим или с неплохим, потому что все-таки от этого зависят жизни людей. Светлана Сергеевна Пургина, следователь отдела по расследованию преступлений в сфере экономики. Большое вам спасибо за то, что согласились прийти. Немножко мы вас тут попытались. Мы исследователями побывали, но мы были мягкими исследователями, добрыми. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пельенко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова